всем привет с вами кекс и сегодня опять таки по вашим просьбам делаю тортик битое стекло это тортик у меня пойдет к свекру на день рождения вот я взяла вот такие вот три пачки обычного желе делала практически так как там написано сзади сзади у меня написано развести на 300 400 грамм воды я разводила на 250 я взяла вот такие вот судочки и застелила пленкой чтобы потом ничего не доставать не выковыривать оттуда не вредить своему желать жилье вот вы видите я вот залила уже не буду показывать потому что делайте все как там написано заливайте кипятком мешаете и все тому подобное вот это самое простое я оставила их на ночь и начала делать уже соответственно утром свой тортик идти нам на 4 часа вечера поэтому я рассчитываю что мой тортик успеет застыть я возьму 30 грамм желатина то есть я высыпала у меня пачка 1 25 грамм и я еще туда досыпала так на глаз 5 грамм залью я сейчас это все где-то приблизительно 75 миллилитров воды только вначале я добавлю 50 размешаю и потом добавлю последующие 25 и тоже размешаю чтобы на желатин набух его надо оставить ну тоже зависит от того какой у вас желатин от 15 до 30 минут вы видите когда вся вода впитается и его желатин такой станет плотненький вот теперь мне нужно порезать свое желе на самом деле она очень просто достается просто мне что-то казалось что она поломается когда я буду доставать и я так его берегла а потом оказалось что она отлично гнется и можно так вот схватить его в мешочком перенести ему ничего не будет и потом уже на самом последнем кусочке я поняла что надо было вначале вот так вот отсоединить от стенок пленку и опрокинуть его на ладошку чтобы нижняя часть тоже отстала потому что потом уже когда она кусочками не так удобно отковыривать кусочки они немножко все-таки приставших пленки но я представляю чтобы у меня было и пришлось бы ложкой доставать или чем если бы это я заливала просто в судочек и у меня бы это были не кубики а тоненькие такие обломки поэтому я считаю что все таки вот такого способ намного лучше язык я буду на произвольные абсолютно кусочки стараюсь их делать не сильно большими потому что интереснее когда их много они несколько больших поэтому вот так вот режу мне абсолютно достаточно будет на литр смеси общей для моего тортика три пачки желе потому что некоторые девочки светот 6 у меня вот такая вот силиконовая форма я думаю с нее будет и вылазить хорошо можно и в обычную форму заливать без проблем но просто если она у меня есть почему бы и нет посмотрите вот какой мой желатин он такой прям как глины кусок прям ломается крошится он всю воду в себя впитал и я его буду сейчас плавить в микроволновке по 10 секунд это мой йогурт я взяла мультифруктовый я буду делать не только из сметаны я буду делать 50 на 50 с йогуртом то есть пол литра йогурта вы видите в чаши и здесь у меня 600 грамм я покупала домашняя сметана хорошая сепараторная сметана которая и взбивается хорошо и не отдает кислотой то есть она не такая кислая почему я делаю 50 на 50 потому что мне кажется так вкуснее так все-таки не совсем сметанный привкус а такой все-таки интересный и слегка фруктовый какой вам йогурт нравится клубника пожалуйста ну то есть как вам нравится так и используйте не хотите просто делайте за сметаной я добавила еще ванильного сахара немножко йогурт конечно пахнет чем-то сладким но все равно так как йогурт у нас сладкая сметана нет в свой тортик я добавляю столько столовых ложек с горкой сахара сколько у меня не сладкой сметаны то есть если вы будете делать чистые сметаны на литр то 10 столовых ложек с горкой если у меня там пол литра то я вот добавляю 5 столовых ложек с горкой я сейчас вот просто вот так вот перемешаю На небольшой скорости И отставляю минут на 5 точно И сахар у меня растворится сам по себе И мне не нужно ничего взбивать И морочить себе голову У меня вот тут уже порезанное И желтое и зеленое желе Я к сожалению только зеленое успела Прокинуть так что оно у меня хорошо отстанет А оранжевое тоже придется повоевать Нашла кстати дома Такой полуживой банан Вы видите пришлось кончик ему обрезать Но он тут как бы везде светленький И я решила почему бы его не добавить тоже в тортик Тоже будет очень очень вкусно Свой банан я режу на 4 части Вот на небольшие кусочки Чтобы он тоже хорошо распределился у меня в тортике Высыпаю в тарелку И хочу сбрызнуть соком апельсина Чтобы банан у меня не потемнел Лучше конечно сбрызнуть соком лимона Но я не хотела чтобы была лишняя кислота у меня То есть вообще в тортике Я вот так вот сбрызгиваю сок апельсина Но он у меня как бы сладковатый Банан все равно немножко потемнеет Но он не станет у вас черным То есть он слегка-слегка Вот я вам покажу потом в разрезе у меня тортик будет И там у меня будет банан Он совсем-совсем чуть-чуть потемнеет Но если сбрызнуть лимон Он останется светленьким Что ж Теперь приступим Будем топить уже свой желатин По 10-15 секунд И в микроволновке Периодически перемешиваясь Смотреть чтобы желатин Ни в коем случае не закипел Можно это делать на паровой бане Я обычно еще на дырочку На крышечку в чайнике ставлю Открываю крышку Ставлю вот это свое блюдечко И отлично тоже парится Вы видите Вот начало отлично таять Вот у меня благодаря моей кухонной машине Сметана с йогуртом взбились даже сами по себе Как крем Что даже можно было торты переслаивать То есть я уже смотрю что у меня такие борозды Я вижу что у меня желатин густоват И он плохо Вот смотрите кстати как Вообще прям стоячий У меня желатин плохо будет расходиться в тортике И поэтому я решила выйти из положения И добавить вот так молока Не хотела добавлять воды Чтобы было водянистое Добавила молока абсолютно вот на глаз Уйти и лью и мешаю Чтобы просто масса была довольно жидковатая Чтобы она у меня хорошо потом распределилась По всей моей общей массе Которая у меня в чаше миксера Еще поставила секунд на 10-15 Чтобы это все у нас прогрелось И растворились все крупинки И крупинок вы видели что их нету В вашей массе Очень быстро все вводим Здесь действовать нужно довольно быстро Вы видите как хорошо взбивается Моя общая масса Она как сплошной один крем У нас все к этому моменту уже готово И лопатку все-все приготовим Потому что желатин начинает довольно быстро схватываться То есть мы тут бегом-бегом работаем У нас все и желе порезано И бананы порезаны И форма готова Так что все Быстренько выкидываю туда бананы Так пошло мое красное желе Здесь очень удобно Что этот тортик Не надо там переживать там что-то Ты раз-раз-раз закинул Бегом-бегом-бегом Оставил его Такое ощущение что он сам у себя готовит Зеленый видите как хорошо у меня отпол Когда я его отцепила отдельно А все остальные так себе Вот Кстати Не пробуйте развести на 400 грамм Ваше желе Которое у вас написано в пачке Потому что Вам потом сложно будет порезать Оно будет ломаться Крошиться у вас И Ну Будет Очень неудобно с ним работать Поэтому разведите Два раза Потому что Вам же его не ложечкой кушать Вам нужно его порезать Чтобы это были Как осколки нашего стекла Поэтому Сделайте все-таки поплотнее Чтобы желе было более насыщенное Или добавьте просто еще немного желатина Так Моя масса я смотрю Уже по чуть-чуть плотнеет Поэтому нужно быстро-быстро Так Беру мою форму У меня чуть-чуть неудобно У меня посредине Вы видите Там дырка Поэтому Нужно Вокруг нее Вот так вот обсыпать А крем у нас не текучий По крайней мере у меня не текучий Вы видите Как хорошо она взбилась И уже загусает Оно вообще стоячее Поэтому очень-очень быстро Я это все делаю Сейчас где-то было Порядка Восьми утра Я свой тортик Оставлю Минимум На четыре часа Ну в моем случае Он постоял Даже немного больше Он постоял У меня до двух часов То есть это где-то Часов Ну вот шесть Он у меня простоял Чтобы он хорошо Схватился в холодильнике То есть он у нас Уже прохладный Не теплый Поэтому Что-то оно у меня Даже вот так вот Не хочет раструшиваться Видите Какое уже прям плотное Очень быстро Я вижу У меня уже желатин схватывается Тем временем Я наверх испеку Тоненький корж Бисквитик Такой классический Как я вам и показывала Самый-самый Простой бисквит Вот на два яйца В форме на 24 Я сделаю его Чтобы можно было Накрыть сверху И поставить Можно без него Обойтись абсолютно Но я решила так Сделать его На коржике С бисквита Вы видите Форма у меня Довольно высокая Вот ее Как бы диаметр Чуть больше Чем 24 сантиметра И вот Такой солидный У меня здоровенький Тортик получился И довольно-таки тяжелый Вот уже мой тортик остыл Очень хорошо Что у меня силиконовая форма Отходит Все отлично Я только вот тут Слегка вот так вот Придавливаю Ножиком провожу И где-нибудь Оно пристает И тянется И отлично Оно отходит Если у вас Форма обычная Стандартная Наливайте горячей воды В тазик Больше вашей формы И опускаете Вашу форму Желательно Если это была Неразъемная форма Чтобы все-таки Вода туда не забегала И эту форму Опускаете на 15 секунд В горячую воду И потом уже Только переворачиваете Ваш желатин Слегка подтает И отцепится От стенок формы Но если у вас Силиконовая форма Как у меня То она цепляется Очень хорошо Вот мой корж У меня вот Были остатки Сгущённого молока Я решила Что Буквально Слегка-слегка Чтобы просто Сделать липким Бисквит Пропитывать его Не буду Но чтобы У меня Моё желе Основное Прилипло К бисквиту Или точнее С бисквита Просто не улетало Потом Я решила Хотя бы Чем-то Смазать нужно Но чтобы Не взбивать Никакой крем Решила Просто тоненько Сделать это Сгущёнкой Абсолютно Абсолютно Вы видите Тоненько Распределяю Не захотела Я увлажнять Свой бисквит Чтобы он Не просел Потому что Торт довольно Тяжёлый Он больше Двух килограмм Вот солидный Он такой И поэтому Не захотела Пропитывать Чтобы удобно Было И потом Раскладывать Его на тарелочке Пускай лучше Он у меня Будет Вот такой Что ж Настал момент Икс К сожалению Я вижу Что у меня Вот 24 сантиметра Вот чуть-чуть Моё желе Будет больше Его придётся Обрезать Ну Это не самое страшное Ну что Давайте С Богом Алё Хоп И быстренько Мы одним движением Руки переворачиваем И я начинаю Вот Как бы Как носочек Вот тут-то Вот снимать Вынимать Вижу Что отходит Отлично Нигде не цепляется С моей формы Всё снимается И осталась Только Серединка Оп И всё И вот Мой тортик готов Сейчас только Его нужно будет Подвинуть И вокруг Обрезать Потому что Слегка Вот торчит У меня Моё желе За пределы Бисквита Поэтому я Вот слегка Слегка Его обрежу Там где мне нужно Ну это как раз У меня выйдет Я решила Все вот эти Бугорочки По бокам Срезать Оно нормально Там не испортило Моего внешнего вида Наоборот Стали больше Выглядывать Как бы Всякие Разноцветные Мои желешки Вот Поэтому Стало так Даже ещё Красивше Этот тортик Очень понравился Всем близким Особенно После Солидного Застолья Когда вы Очень долго Сидите За столом Лёгкий Тортик Очень в тему То есть Это Не жирно Не калорийно Он Очень нежный И Отлично Уходит За столом Собственно Вот Мой тортик Готов Посмотрите Вот ещё На фото В разрезе Там видно Вон И бананчики Внизу С правой стороны И Пожалуйста Если вдруг Что-то Я не успела Рассказать Обязательно Задавайте Вопросы Внизу В комментариях Вступайте В мою Новую Группу Вконтакте И подписывайтесь На мой канал А с вами Был Кекс До новых Встреч Пока Пока Субтитры